Екатеринбургский храм в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы отметил престольное торжество. О праздничной божественной литургии, молебне о строительстве нового храма и о слюде православных поисковых отрядов Екатеринбургской митрополии подробнее в следующем сюжете. Храмовый комплекс на Семи Ключах напоминает небольшой городок и постоянно разрастается. Приходская жизнь здесь очень насыщена. В День Сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы множество молящихся собрались на праздничное богослужение. Человек, каждый приходящий сюда, он вступает в дело научения себя. То есть он становится учеником для того, чтобы потихоньку расти, расти, расти и дорасти до ученика Христова. Поначалу его учат окружающие люди, обстоятельства, книги. И в конце концов, если он от этого научения не откажется, а будет усердным учеником, то он станет среди других учеников, но которые учатся уже у Христа непосредственно. И вот эта черта, по-моему, главная, надо бы ее нам с вами сохранять. По окончании богослужения вокруг храма прошел крестный ход. Был совершен молебен о строительстве новой церкви в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Новый дом Божий будет вмещать около 600 человек. О, пресвятее благословищество нашей Деве Богородицы, с вами Ленин в сердец помолимся. Живая Богородица, спаси нас. Также в этот день для прихожан и гостей храма была организована встреча с участниками 21-й международной учебно-тренировочной вахты памяти, прошедшей на территории Глинковского района Смоленской области. Юные поисковики собрались в актовом зале для подведения итогов поездки, обмена опытом и впечатлениями. Выросло уже целое поколение ребят, которые, произнося словосочетание «Великая Отечественная война», остаются на лицах абсолютно равнодушными. И возникла идея направиться непосредственно туда, где были боевые действия, где до сих пор находятся окопы, где земля буквально источает дух войны, потому что кругом есть снаряды до сих пор, есть колючая проволока, и есть необходимость поднимать останки. Останки вот тех воинов Красной Армии, которые до сих пор разбросаны по нашей земле. Церковь учит, что люди, погибшие за други свои, за веру, за Родину, они святы, и их останки — это святые мощи. Поисковый отряд «Орлёнок» принял участие в вахте памяти в восьмой раз. От Екатеринбургской митрополии в экспедицию также отправились отряды «Спутник» и «Добрыня» из города Богданович. Всего 60 человек. В этом году общими усилиями были найдены останки девяти бойцов и два медальона. В ходе встречи ребята рассказали и о некоторых небольших находках. Патроны, гильзы от различных орудий, в частности, понятно, от огнестрельных. Ну и здесь представлена ещё оболочка гранаты, рубашка от гранаты. Ну, они попадаются очень часто. Помимо множества мелких военных артефактов, бойцами были найдены и детали от самолёта. Нашли случайно, раскапывали уже место, где предположительно был самолёт, ну и случайно наткнулись на обломок. Была перед этим найдена обшивка, часть ошибки обшивки самолёта, именно с сохранившейся ещё краской. А до этого ещё был найден пулемёт от самолёта. Кроме поисковых мероприятий, во время вахты памяти особое внимание уделяется молитве. Совершается литургия и лития по солдатам, останки которых были найдены. На вопрос о смысле поисковых работ ребята, не задумываясь, отвечают, что главная причина их участия в этом деле – любовь к Отечеству. Я езжу на вахту уже второй год. Мне это очень нравится, это очень патриотично. Я очень люблю свою родину. Вахта памяти имеет международный статус. В этом году её участниками стали 800 человек. Постоянные совместные экспедиции очень важны для патриотического воспитания и бережного отношения к истории своей страны.